Если вы пригласите меня к вам, то вы можете поговорить за долгое время. Поэтому, чтобы не принимать вашу время, я приглашаю вас в комментариях. Спасибо большое. Мы с вами за очень теплый прием и за содержательную и хорошо организованную работу. М. Президент, господин и господин, первое, я бы хотел бы благодарить нашим югандским друзьям и нашим господинам, но лично, м. Президент, за эту госпитальность, которую вы нам даете, и за хорошую организацию этого evento. Мы провели несколько часов в очень подробных содержательных переговорах, обсудили все аспекты нашего двустороннего сотрудничества на основе тех принципиальных договоренностей, которые были достигнуты между президентами Уганды и Российской Федерацией в ходе их регулярных контактов, и вопросы, которые связаны с урегулированием конфликтов в Африке и с международной повесткой дня в целом. Мы провели несколько часов с м. Президентом провели очень интенсивная и фруктовая дискуссия. Мы обсудили все аспекты нашей сооруженности, в связи с соглашением между президентами наших стран, и мы обсудили региональный контекст, сеттельность авриканских крисов, так и интернациональная агенда. Президент сделал очень убедительный, яркий, емкий экскурс в историю наших отношений. Действительно, она насчитывает уже больше столетий, если мы начнем отсчет с периода, когда Африка стала выступать за деколонизацию, и наша страна активнейшим образом поддержала страны континента и возглавила движение, которое завершилось в начале 60-х годов принятием соответствующей Декларации Генеральной Ассамблеи ООН. В 1962 году в жизни народа Уганда произошло знаменательное событие, он обрел независимость, и в том же году Уганда была признана Советским Союзом, так что 13 октября нынешнего года мы отмечаем 60-летие дипломатических отношений и договорились достойно эту дату отметить. Мы сегодня обсудили вопросы нашего экономического сотрудничества. Есть перспективные задумки в таких областях, как энергетика, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, научные сферы, телекоммуникации, кибербезопасность, сельское хозяйство, а также проекты связанные с сотрудничеством в сфере использования ядерных технологий для медицины и в сельском хозяйстве, равно как и перспективы сотрудничества в запуске угандийского спутника на орбиту Земли. Мы обсудили все эти области, которые обладают экономическую сообщество между нашими странами, и мы видим много промежутых domain, как и энергия, идеологические исследования, гидроэкорбон, кибербезопасность, агрокультура, и использование нуклеотехнологичной для медицинской области, и как и в сетях сателлита для Уганда. Мы договорились конкретно и с прицелом на практические результат проработать к очередному заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, оно намечено на октябрь нынешнего года, и при подготовке к этому мероприятию мы будем учитывать результаты, состоявшиеся в декабре, в ноябре прошлого года, бизнес-миссии российских предпринимателей в Уганде. Мы согласились дать вид и контент для совместного исследования вопросов связанных с предотвращением и борьбой с эпидемиологическими заболеваниями. Мы подробно говорили о ситуации в мире, прежде всего с точки зрения принципов, которые были заложены в Устав ООН, главным принципом из которых является уважение и суверенного равенства государств. У нас единая позиция, что именно этим нужно руководствоваться при решении любых проблем, которые возникают в международных отношениях. Мы также обсуждали глобальную ситуацию сегодня. Мы обсуждали это с точки зрения респекта для УН-чартера. Мы все согласились, что основной принцип это право свободного права для индивидуального государства. Мы согласились, что все интернациональные гендеры должны быть осознанны в этой лице. Господин президент приводил сегодня примеры собственной практики и политической деятельности. Когда у него спросили, является ли он прозападным или провосточным политиком, он дал единственный верный ответ для серьезных политических деятелей. Но, к огромному сожалению, сейчас вот эти вот рецидивы колониального мышления, инстинкты колониальной политики проявляются в политике наших западных стран, когда они требуют от всего мира занять позицию за них и против всех остальных. Мы сегодня, конечно, подробно говорили о том, какие события разворачиваются на мировой арене, в глобальной политике в связи с теми целями, которые Запад хотел решить через использование Украины против Российской Федерации. Мы высоко оцениваем и с уважением относимся к ответственности, балансированной позиции Уганды и других африканских стран, которые они заняли в связи с происходящим на Украине и вокруг нее. Говорили сегодня также о первопричинах нынешних кризисов в сфере энергетики, в сфере снабжения мировых рынков продовольствием. Вокруг этого идет очень громкая кампания. Но первопричины нашим африканским друзьям понятны. Они не связаны с тем, что происходит сейчас в рамках специальной военной операции. И мы условились в наших двусторонних отношениях учитывать нынешнюю ситуацию и искать такие возможности в сфере энергетики, и в сфере торговли сельхозпродуктами, которые не будут зависеть от капризов наших западных коллег. Мы также обсуждали сейчас ситуацию на энергетическом рынке и продуктов. Наши африканские друзья понимают, что сейчас ситуация не имеет никакого связи с операцией специальной военной операции в Украине. И мы согласились, что в наших билетеральных отношениях мы должны быть подниматься этим принципом и мы должны рассмотреть новые места, новые способности сооружения в энергии и в маркетинге. Россия подтвердила нашу поддержку усилий, которые Уганда предпринимает для продвижения сотрудничества в рамках Африканского союза, для урегулирования различных кризисов, которые сохраняются на континенте, включая и Демократическую республику Конго. Это в целом район Великих Озер, Южный Судан, Сомали, Центрально-Африканская республика. Россия подтвердила ее поддержку Уганда в Африканском союзе, в том числе бороться против current crisis на Африканском континенте, я имею в виду Демократическую республику Конго, регион Грихов, Судан, Сомалия. Россия принципиально придерживается позиции, в соответствии с которой у африканских проблем должно быть африканское решение. Именно страны континента должны сами определять, как справляться с той или иной проблемой, а международное сообщество в лице Совета безопасности зарубежных стран должно помогать африканским странам и с точки зрения политической, и в плане оснащения миротворческих контингентов в современном оборудовании. Россия имеет основную позицию в том, что есть африканские решения для проблем, и это зависит от африканских стран для решения о будущем. И как для общественной коммуниции, ее роль, включая индивидуальные страны и СССР, это помогать им, помогать им, помогать им, в отношении политики и миссии. И, безусловно, мы в очередной раз подтвердили позицию России в отношении переговоров о реформе Совета безопасности ООН. И, опять же, мы подтвердили наши позиции в отношении реформы Совета безопасности ООН. Мы убеждены, что проблемой нынешнего состава Совета безопасности является абсолютная недопредставленность развивающихся стран, поэтому решением этой проблемы должно быть расширение числа стран Азии, Африки и Латинской Америки в составе этого ведущего органа Организации Объединенных Наций. Мы убеждены, что основной проблем здесь является непосредственность в СССР обеспечивающих странах и единственная решение к этому проблемам это большая непосредственность Азии, Африки и Латинской Америки. Я поблагодарил еще раз, господина Президента, за очень теплый прием. Мы будем готовиться к 60-летию дипломатических отношений. По этому поводу я пригласил моего коллегу, министра иностранных дел Уганды, посетить Россию связи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.